Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского Федерального Университета был создан 1 ноября 2013 года. Свою историю он ведет с 1804 года, момента образования Императорского Казанского Университета. Сегодня он по праву считается одним из элитарных и успешных современных инновационных образовательно-научных центров Казанского Федерального Университета, где готовят профессионалов своего дела. Сегодня в институте представлено 25 направлений подготовки. Временно исполняющий обязанности директора Раиль Фахруддинов рассказал о наиболее популярных направлениях среди абитуриентов. Традиционно это международные отношения, востоковедение, лингвистика, конечно же. Но в этом году несколько неожиданно для нас достаточно большой популярностью пользуется история. Я это связываю с тем, что сейчас и страна обращает особое внимание на историю, ну и соответственно вот указ президента, народ потянулся. В институте на сегодняшний день более 5600 обучающихся, в том числе более 820 иностранных граждан из 48 стран мира. Научно-педагогическую деятельность обеспечивают ученые самого высокого уровня, среди которых один академик и один член-корреспондент Российской Академии Наук. Три член-корреспондента Академии Наук Республики Татарстан, 50 докторов и более 200 кандидатов наук. Для абитуриентов представлены все ступени высшего образования – бакалавриат, магистратура и аспирантура. На сегодняшний день у нас около 20 тысяч заявлений, поэтому конкурс уже на те направления, которые я сказал, там достаточно большой, но при этом мы не забываем развивать какие-то новые направления. Их достаточно много, они прежде всего связаны и как с международным отношением, так с востоковедением, так и с исторической, охрана культурного наследия, ну и так далее, и так далее. Выпускники, как показывает практика, работают в органах власти и управления. Муниципальных органах занимают ключевые позиции в международных отделах крупных компаний, международных организациях, в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации, в востребованных областях экономики и науки. И это, по словам Раиля Фахрудинова, одна из главных составляющих высокой репутации института. Однако прежде, чем стать полноправным героем всей истории, необходимо набраться опыта. Студенты, где только у нас практику не проходят. Педообразование в школах проходит, проходит в государственных структурах, это Министерство иностранных дел, это бизнес, практически все направления у нас охвачены. Ну и надо понимать, что вот это прохождение практики, это одна из основных составляющих подготовки успешного специалиста, успешного выпускника. Поэтому вполне естественно, что так же, как и все остальные институты, мы деляем особое внимание именно практической подготовленности, организации практики. Ну, легче перечислить, где не проходит практику. Изюминка института – это, конечно, языковая подготовка. Практически на всех направлениях обучения предусмотрено преподавание двух и более языков, среди которых английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, турецкий, арабский, фарси, китайский, японский, корейский, хинди, индонезийский, вьетнамский, африканский, а также латинский, древнегреческий, староосманский и старо-татарский. Вы знаете, если в прошлые годы один язык, ну, два, мы сейчас этим не ограничены, если мы пытаемся создавать и три языка, это такая вот некая сфера, которая привлекает. Надо еще понимать и другое, что знание иностранных языков, и особенно сейчас восточных языков, вот особенно популярный китайский язык, конечно, да, широкая вот эта линейка иностранных языков, она позволяет себя, выпускникам, реализовать свои будущие профессии. Они это понимают, ну, я подозреваю, что здесь большую роль родители тоже играют, друзья играют более старшего возраста, поэтому иностранные языки, повторюсь, это наша изюминка, и во многом она обеспечивает такое большое количество желающих учиться. В институте обучается почти 6 тысяч студентов. Работа студентов, магистрантов и аспирантов представлена разнообразными формами учебной и внеучебной образовательной деятельности. В разных формах научной работы, в том числе и в студенческих научных кружках, участвуют более 30% обучающихся. В рамках научно-исследовательских направлений кафедр функционирует 14 научных кружков. Знание это хорошо, но про культурную составляющую забывать нельзя. В творчестве студенты демонстрируют танцевальные, вокальные и актерские таланты. В институте международных отношений действует 12 студенческих творческих коллективов разной направленности – танцевальные, вокальные, театральные, инструментальные и многие другие. По количеству кружков мы тоже в лидирующих позициях, мы ежегодно принимаем участие, выходим победителями конкурсов, как университетского уровня, так и регионального, всероссийского. Поэтому я просто убежден, что мы сейчас формируем компетенции. И выпускник без компетенции коммуникабельности, общения, делового общения, публичного общения – это выпускник просто с набором знаний, это не выпускник. Поэтому мы, вот наши идеологи, подготовки специалиста, тут три основных кита – это качество знаний, это коммуникабельность, это деловитость. Нельзя не отметить широкое сотрудничество с международными и российскими научно-образовательными центрами, собственный центр развития компетенций «Универсум плюс». Многочисленные культурные программы с изучением европейских и восточных языков способствуют формированию студентов высокого уровня языковых компетенций и обеспечивают широкие возможности для их профессионального роста и дальнейшего трудоустройства. Приходи, Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета ждет именно тебя. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универновости.